МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушка ехала на красный, мне шатало в бочинах. Пострадали две девушки. Расскажем, как мужчина убила током в челнах и приговоре за похищение челнинского бизнесмена и кражи 76 миллионов рублей. А также допрос домработницы, на чьих глазах убили пожилую супружескую пару. Видели ли вы, чтобы Зинуров наносил удары ножом Хабибулина? Как мама, я все видела, а потом уже я глаза закрыла. Это и не только прямо сейчас. Два человека, 24-летняя девушка-водитель и ее 32-летняя пассажирка пострадали в результате аварии на улице Татарстан. В 23 часа там столкнулись Мерседес и Вольво. Водитель последнего утверждал, что правила нарушила девушка. Она проезжала на красный свет. Автоледи же утверждала, что смотрела на светофор и выехала на перекресток на разрешающий сигнал. Девушка ехала на красный, мне шатало в бочинах. Молодой человек сильно расстроен. Машину купил в феврале. Повезло найти в хорошем состоянии и ни разу не битую. Вложил в нее еще 200 тысяч, чтобы довести до идеального с технической точки зрения состояния. И тут такое. Отсюда ехал, я отсюда ехал. Рассказал, что выехал на улицу Татарстан со стороны Булака. Уверен, что двигался на разрешающий сигнал. Говорит, когда увидел слева машину, единственное, что успел сделать перед ударом, еще раз взглянуть на светофор, убедиться. Он светил зеленым, но девушка уверена в другом. Она трясется, она говорит, я на зеленую верху. Она в шоке там стоит. Регистратора нет у вас? Нет. Ну здесь, конечно, целая гора. Здесь будет видно. Вот такой обвидетель, я сказал, что он увидел на зеленую верху. Удар был очень сильный. У Вольво разбита вся передняя сторона. У Мерседеса, судя по всему, разбит двигатель. Масло растеклось как раз по траектории движения машины после удара. Она пересекла проезжую часть и практически вылетела на встречный газон. Девушка, которая управляла немецкой иномаркой, уверена, ее вины в произошедшем нет. Мы ехали в зеленую. У меня в том состоянии, что он кривом был. Не пострадали, ничего с ним? Страдали, все болели. Сильно ударились, болели. В аварии пострадала как сама девушка-водитель, так и ее пассажирка. По предварительным выводам автоинспекторов, виновата в аварии именно она. Но окончательные выводы будут сделаны в ГИБДД после детального разбора случившегося. Вероника Гайнудинова, Нелли Абдулин. Вызов 112. Нетрезвого 22-летнего водителя арендованного автомобиля остановили автоинспекторы на улице Боруди. О неадекватной манере вождения в ГИБДД сообщили жители ближайших домов. 22-летний молодой человек катался по дворам. От автоинспекторов он пытался скрыться, но сделать это ему не удалось. Он был очень недоволен. Во-первых, тем, что задержали. От автоинспекторов пытался уйти дворами. Машина не своя. На ямы в асфальте внимания не обращал. Но скрыться не вышло. А во-вторых, что втайне эту поездку оставить не получилось. Виноваты у 22-летнего водителя арендованной Кеа были все. И всех в переводе с нецензурного он обещал наказать. Когда к патрульному автомобилю перед тестом на употребление алкоголя подошли понятые, молодой человек обещал наказать и их. Выражал свои намерения целыми предложениями, в которых не было ни единого приличного слова. Водители управляют автомобилем с людьми на алкогольное пенею. Иди ты отсюда! Ты что, вау? Я тебя вау сейчас! Иди отсюда! an... Представитель! Виритян! Торезвись сначала! Иди отсюда! Тест на наличие алкоголя в крови молодому человеку пройти все же пришлось, несмотря на его недовольное присутствие понятых при процедуре. Дуй, 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 дуй! Все, молодцы! Сем這 ve 4.21. Теперь молодого человека суд, вероятно, лишит водительских прав. В придачу к этому закон предусматривает и штраф в 30 тысяч рублей. Штрафные санкции на водителей, скорее всего, наложат и сервис каршеринга. Плата за нарушение условий договора и эвакуацию автомобиля может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Юлия Гоглевна, Илья Абдуллин, вызов 112. 34-летний водитель манипулятора погиб от удара током во время работы, задев стрелой высоковольтные провода. Он с напарником выгружал вагончик у дома на ремонтном проезде в набережных Челнах. Работали они как частные лица. От удара током мужчина скончался на месте, на нем загорелась одежда. Второй рабочий получил незначительные травмы. По факту гибели 14-летнего подростка в аварии в Елабуге Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, накануне около 15 часов на перекрестке улиц Отрадная и Тихая несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с вахтовым автобусом ПАЗ. За его рулем находился 61-летний мужчина. Подросток в результате полученных травм скончался на месте. Момент трагедии был зафиксирован камерой видеонаблюдения. По предварительным выводам автоинспекторов, водитель автобуса должен был пропустить мотоцикл. Он был помехой справа. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования. В общей сложности к 27 годам лишения свободы приговорил Верховный суд Татарстана троих мужчин. Их обвиняют в похищении челнинского бизнесмена и присвоении 76 миллионов рублей, которые лежали на счетах его фирмы. Как доказалось суду обвинения, Денис Набиев, Альберт Зарипов и Марсель Салахов похитили Вячеслава Утробина, напоили водой с наркотиками, вывезли из Челнов в Менделеевск, забрали документы, бросили мужчину на берегу реки и сообщили о нем в полицию. Мужчину без документов в наркотическом опьянении привлекли к административной ответственности и арестовали на месяц. За это время в его паспорт вклеили фотографию сообщника и он, как директор фирмы, поменял руководителя. 76 миллионов рублей со счетов были впоследствии обналичены. Суд признал подсудимых виновными и назначил Марселю Салахову 8 лет лишения свободы строгого режима. Денис Набиев проведет в таких же условиях 9 лет. Максимальное наказание получил Альберт Зарипов. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 110 тысяч рублей. Сегодня свидетели убийства пожилой супружеской пары в Челнах давали показания на слушание дела в Верховном суде Татарстана. Приехать в Казань ни дочь убитых, ни домработницы, на чьих глазах произошла трагедия, не смогли. Показания они давали по видеосвязи. Эльвира Галеева рассказывает, что увидела в тот момент, когда прибежала на помощь к хозяйке дома. В тот день девушка пришла к Хабибульным, как обычно, помочь по хозяйству. Работала у них лет 5, неофициально. Деньги получала сразу. Ее это устраивало. Знала, что Ренат Зинуров тоже там, но его она не видела. Сперва, говорит дочь убитых, он официально работал у родителей на фирме по пошиву штор, но потом пришлось его сократить. Такой неопределенности у него в сумках в работе не было. И он был официально уволен. А когда он был официально уволен? В 19-20-й год. После этого мужчина продолжал помогать Хабибульным по хозяйству, уже неофициально. У меня мама с папой там, уже по городу помещал, сломал, 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 такие годовые вещи. Там вот хутить, тут вот хутить. Зарплату, рассказывает женщина, он также получал по факту выполнения работы. А ее родители старались, чтобы без дела он не сидел. Мужчину они жалели. Что ему нужны были деньги, она знала. Знала и про взятый кредит. Ей звонили из банка. Но какая была сумма, много ли долгов и за что она не вникала. Может только примерно сказать, сколько денег вместе с родительским кошельком после трагедии пропало вместе с Ренатом Зинуровым. Примерно, может, 10-15, может быть, 20. Примерно, вот это вот и 9. Она заходила к родителям накануне. Сама трагедия произошла на глазах домработницы. Она услышала, как хозяйка несколько раз позвала ее по имени. Подумала, что женщине стало плохо и увидела, как Ренат Зинуров, сидя сверху, бьет пожилую женщину. Взяла первое, что попалось под руку и стала бить мужчину по спине. Из дома убежала, когда Зинуров набросился на хозяина дома, вышедшего на помощь. Видели ли вы, чтобы Зинуров наносил удары ножом Хабибулина? Как вновь все видела, а потом же я глаза закрыла. Сам подсудимый вину признает частично. Он не согласен с угоном машины. Его задержали на внедорожнике, принадлежащем убитым. В нем же предполагаемые орудия преступления – молоток и нож. За самоубийство ответить готов. Иван Сарафанов, Наиль Абдулин. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алияха Ирудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин